Здравствуйте дорогие друзья, мастера и мастерицы. Вот наш старый знакомый, это жук-олень, которого мы собирались в течение марафона сделать, но не успели, но не смогла, как сказала старый глячил, упав на финише. Итак, что я тут хочу изменить? Ну, постоянно какие-то мысли приходят, и вот уже вот этот вид оружия мне не понравился, значит я здесь хочу что-то типа реактивной установки сделать, возможно. Потом в этом месте мне надо сделать поршни, которые мы поднимали, голову якобы. Здесь между двумя рогами этого оленя я помещу такой барабан с шипами, который будет размалывать врагов со страшной силой. Ну такая идея пришла садистская. Ну и пожалуй пока все изменения, там в процессе что-то будет. Да, и вот здесь башни, две башни вместо вот этой выпуклой головы сделаем две башни, то есть как бы останется контур этого оленя, в то же время это будет такой снова боевой олень. Ну где-то так. В этот раз я хочу пойти немножко другим путем. Я возьму тоже бокал, но в данном моменте я хочу здесь с помощью алюминиевой форги сформировать эту тушку здесь. Потому что мне показалось, что делать из двух половинек очень сложно, потому что их надо было вылепить две, потом надо было их склеить и так далее. То сейчас я хочу поступить следующим образом. Я просто-напросто раскатаю пласты глины и начну ими облепливать, приминая, заполняя различные впадинки, сглаживая выпуклости. Да, это займет время, но в то же время я считаю, что будет наиболее практичным. Легкие и гладкие. Относительно, конечно. После таких вот поглаживания и разглаживания, добавления в рыбинки, впадинки маленьких кусочков глины, в общем, удалось немножечко поправить изначально грубоватую форму. Я не знаю, у меня есть вот такой, такие вот инструменты, но что-то они слабо помогают в этом случае, поэтому остается надеяться только на собственные пальцы. И глазомер. А глазомер с годами ухудшается. Это заметно. И хотя я работаю в очках, все равно приходится уже мелкие детали по на эти лепить. А с лупой работать не хочется. Пока так справляюсь. Я не знаю. Поехали. Я не знаю. Возьмем пласт глины, вот красиво как. И тут ее соединим и отправим в печку. Вы знаете, мне этот способ показался не то чтобы быстрее, быстрее скорее всего нет. А вот по аккуратности он как бы дал фуру моему первому мужику. По аккуратности формы. И мне не придется соединять на клей вот эти две части, нижнюю и верхнюю. Я могу это сейчас сделать перед запеканием. Вот так соединить их. Разгладить все. Ну и как сказал, тут все равно сверху будет броня и поэтому не критично. Единственное, я думаю, что надо рассчитать, где у меня будут мои ножки. Вернее не мои, а ножки жука. И сразу же сделать соответствующие отверстия. С прошлого раза у нас осталась еще куча патрубков для ножек. Осталось только их снять. Сидят они крепенько. Но ничего, сейчас снимем. Главное стронуть с мертвой точкой. Потом сама пойдет. Сейчас порежем их пополам. Так. Порядок. Мы получили шесть ножек. И вот сюда мы их сейчас... Я думаю, они прилепили сразу. Но нет. Лучше сделать углубление. Порядок. Так. Так. Вот так. И так все шесть. Ну вот. Ну а теперь уже точно в печь. Сейчас порежем их пополам. Порядок. Мы получили шесть ножек. Ножек. И вот сюда мы их сейчас... Я думаю, они прилепили сразу. Лучше сделать углубление. Так. И так все шесть. Ну вот, а теперь уже точно в печь. Пока наша тушка жарится в печке, мы сейчас наделаем быстренько лапок. Благо, что у нас есть формочка или молд, как ее называют. От старого жука. Но дело в том, что я изменю концы и он не будет так уж выглядеть похоже. Делать новые ноги как бы не хочется. Да и в диптихе должны все-таки какие-то детали быть как бы одинаковые, чтобы узнаваемо было, что это диптих. Так. Я теперь правильно говорю? Диптих. Рихтих. Так. Вот. И еще. Как много ног у этих на животных-то. Насекомых. Насекомые это не животные. Я в школе классифицировал очень просто это дело. Животные это тех, у которых есть живот. А у кого нет допустим брюшка, тот в шее не животное, а насекомое. То есть брюшко сейчас оно у нас запечется и мы его из печки вытащим и продолжим над ним работу. А тем временем наделаем ножик. Так. Это пять ножек. Ну как раз глины хватило на шестое. Вот так быстро изготавливаются ножки. Чтобы печь не пустовала, я возьму сейчас форму со всякими соединительными изделиями частями трубопроводов. Потому что во второй картине, когда я буду ее оформлять, она мне все равно понадобится. И посему я со всеми остальными деталями. Чтобы не делать потом специально. Можно было наделать много молдингов. Но проблема в том, что силикон довольно дорогое удовольствие. А если их выдавливать, то они теряют форму. Слишком глубоко они там. Ну сейчас попробую. В принципе можно форму поправить. Так. Ну так как у нас в печку все равно это дело пойдет, то почему бы не положить просто так. Вместе с формочкой. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для вас я придумал немножко более простой вариант Вот это стержень такой Тут резьба, но это не обязательно То есть можно взять обыкновенную круглую палочку Вбить сюда подходящий гвоздик По толщине Проделать отверстие где-то Допустим, вот у меня прям в столе проделана И вот смотрите, я сейчас возьму ножичек свой, упру его Вот где-то, вот где-то у меня такой величины должна быть башенка, да? И вы видите, у нас получился тот же самый кругляшок Так, сейчас мы Отрежем лишнее Вот Все-таки это проще, чем в руках это делать Так, и еще отрежем башенку Берем лишнее Вот в итоге у нас две хорошие башенки Если вдруг Видите, что край не совсем ровно получилось Ну, всегда можно поправить Мы же с вами с глиной работаем, не с металлом Так Вот таким образом получили Две башенки Сейчас нанесем на них Какой-нибудь Узорчик соответствующий И сделаем прорези для То есть смотровые прорези Не просто прорези Смотровые сделаем прорези Одну И вторую Вот так можно Всегда выйти из положения Не обязательно Идти сложными путями Правда? И точно так же Сейчас мы сделаем разметку Примерно так И взяв в руки Ручку без Стержня Я заметил, что ей очень хорошо Получаются клепочки Такие объемные Хорошие клепочки Получаются Так Маловато сделал клепочек Побольше надо Вот так И теперь Или же мы Делаем Здесь отверстие С помощью стека Дополняем этот эффект Заклепочный Кто хочет Может взять Отвертку Крестовую И крестовой отверткой Нанести Узорчик Такой крестовый Ну В мире стимбанка Не существовало Крестовой отвертки Не знаю Может быть потом Они ее Придумали Так Тут надо Немножко поправить Повыше сделать Вот так Ну Во всяком случае Настоящие Стимбанкеры Ругаются Когда видят И плюют Крестовую отвертку На стимбанковском Изделии А мне нравится Она декоративна В пользу декорации Я как художник Спокойно поступился бы Верностью К стимбанкам Так Ну Вот вроде бы Как и все Видите Мы сделали Две башенки А тем временем С пылу С жару Наши половинки Ножек Запеклись В печке Ну По идее Я должен был Здесь сделать Еще одну половинку Потому что Как бы Это плоское Я не хотел бы Но Учитывая то Что мы теперь Не в марафоне Участвуем Бегать некуда Я сделал Еще один Такой образец Для того Чтобы их Соединять Потом И сейчас Сделаю Дополнительный Молдинг Сэкономлю себе Времени Кучу И нервов Для тех Кто с нами Давно Это не представляет Ничего нового Поэтому Сейчас Я сделаю То же самое То есть Я возьму Два своих Силиконовых Компонента Весы Потом В равных частях Сюда Добавлю Сделаю Здесь Бортик Из пластилина Залью И на час Оставлю Спокойно Схватываться Ну а Чтобы Не скучать Вам Включим Третью скорость Под музычку Шапочки Сделать Довольно-таки Несложно Достаточно Выдавить Лист Сделать Одну из Башенок Затем Берем Трубку И Выдавливаем Далее Вытаскиваем Аккуратно И Обратной Стороной Приклеем Нашу Шапочку Смазываем Края Клеем Вернее Это Гель У нас Не клей Гель И Ставим Сюда Получили Вот Такой Купол Срезаем Лишни А По периметру Наносим Имитацию Заклепочек Готово Тоже Делаем Самое Делаем Со второй Отправляем В печку На Отжиг Или На Запекание Как говорится А там Подоспели Уже Наши Броневые Башни Одна 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 И Вторая И То есть Друзья Мои Я смотрю Мы Постепенно Перешли Запрет Запретную Черту Видео Не должно Быть Больше Чем 20 минут Мы Уже На 30 Минуте И Вот И ныне Там Ну понятно Проект Большой Поэтому Что Мы Сейчас С вами Сделаем Мы Посмотрим Как Примерно Будет Выглядеть Наш Жучок Паучок То есть Вот Это Эскиз Скажем Так Ну Примерно Вот Где-то Так Оно Должно Выглядеть Это Будет Поменьше Здесь Будет Ценедительное Кольцо Вооружение И так Далее Естественно Будут Рога Красивые Не такие Как здесь Но Это Уже Дорогие Мои Во второй Части Оставайтесь С нами С вами Была Фирма Петельсон И я Эдуард Петер Пока